Представь, что ты идешь домой приятным пятничным вечером, и смотришь, как садится солнышко, гуляют собаки, а рабочие копошатся на фасадах зданий, и в нос тебе ударяет запах краски. Ничего необычного, но вдруг ты испытываешь резкий приступ страха и беспомощности. Время будто останавливается, и тебе кажется, что мир нереален. Ты смотришь по сторонам, и ты уверен, что ты это не ты, и привычные дома и улицы как будто бы становятся зыбкими. В голове у тебя при этом могут возникать тревожные воспоминания, казалось бы не имеющие отношения к происходящему. Ты вдруг можешь вспомнить моменты из детства, которые вообще до этого не вспоминал. Твое сердце учащенно бьется, но секунд через 30 это ощущение проходит, причем так же быстро, как и началось. Что это мать вашу было? Поздравляю, ты поймал флэшбэк. Что же это за такое загадочное явление? Для многих это та самая штука, когда сосед с верхнего этажа включает пылесос, а твой дед уже слышит летящие самолеты с падающими бомбами и кричит, Джонни, эти узкоглазые на деревьях. Но на самом деле все не так просто. Флэшбэки не имеют почти ничего общего с просто плохими воспоминаниями, которые были у всех нас и случаются почти каждый день. И я не о том, как у тебя в детстве отобрали телефон или в руках взорвалась петарда-корсар. Как ты уже мог понять, сегодня наша любимая постоянная рубрика болезни, которые должны быть у каждого уважающего себя человека до 30 лет. Сегодня ты узнаешь, что такое флэшбэки и чем они отличаются от дежавю и панических атак. Какие триггеры их вызывают и что такое посттравматическое стрессовое расстройство. Ну и конечно же, стоит ли их бояться и можно ли от них сойти с ума. Возвращаясь к ситуации, описанной в начале ролика, триггером к такому мощному флэшбэку выступил запах краски. Возможно, в детстве с тобой случилось какое-нибудь психотравмирующее событие и рядом был как раз таки этот запах. Например, тебя могли отфигачить старшаки на какой-то стройке, могла бросить девушка в парке, где как раз красили скамейку. Ну или в конце концов, может быть твой отчим был малером и все время приходил домой пьяный. Но факт остается фактом. Случившееся тебе явно не понравилось и ты бы точно не хотел, чтобы оно снова повторилось. При этом, если у нас болит коленка, то мы быстро о ней забываем или вообще не обращаем внимания. А вот с ментальными отклонениями все гораздо сложнее. Ты сразу начинаешь подозревать, что сходишь с ума и вот-вот уже будешь сидеть в смирительной рубашке и пить сок через трубочку, потому что руки у тебя будут связаны за спиной. А с такими мыслями недолго заработать элисофобию. Это боязнь сойти с ума. Хорошая новость заключается в том, что разовые или нечастые эксцессы вроде панических атак, дереализации или тех же флэшбэков не говорят о том, что с тобой что-то не так и могут быть вызваны обычным недосыпом, образом жизни или стрессом. Тебе может показаться, ну какие к черту диеты, физическая активность и свежий воздух. Я схожу с ума, мне нужны таблетки, транквилизаторы и психотерапевт. Но на самом деле обычная смена ритма жизни действительно может тебя пофиксить и избавить от всяких неприятных побочек. А плохая новость в том, что тебе не обязательно проходить афганскую кампанию, спасать детей из горящего автобуса или почти утонуть в океане, но быть спасенным дельфином, для того чтобы ловить флэшбэки на протяжении всей жизни. Но для начала давай разберемся, что это вообще такое. Например, я вот постоянно ловлю тревожные флэшбэки, вспоминая школьные годы. Но вина здесь не только в мозге, а и в целом в системе образования, о которой я еще обязательно расскажу. Так уж выходит, что многое из того, что нам дали в школе, нам потом приходится доучивать, а некоторые и вовсе переучивать. Например, нас учили правильно говорить вэ. Вот, смотрите, Анна Николаевна, я касаюсь кончиком языка зубов. Не буду скромничать, мой уровень английского и так достаточно хорош, но нейтив спикер сразу же поймет, что я иностранец. Ну а поскольку тратиться на репетиторов не хочется, то я пользуюсь сервисом Puzzle English. Здесь я могу прокачать свои разговорные скиллы и пополнить лексикон. А ты можешь вообще изучать английский с нуля, если в твоей школе его по совместительству вёл физрук и ты ничего не помнишь. Да и вообще, зачем учить английский с помощью диалогов Джона и Анны из учебника, если можно послушать подкаст на интересующую тебя тему или, например, интервью с актером? А чтобы это не превращалось в семинар, ты можешь собирать фразу из паззлов. Но это же всё-таки Puzzle English. А если ты весь из себя такой серьёзный, то здесь есть и классические уроки по грамматике, и курсы для каждого уровня английского. Ах да, самое важное. На Puzzle English сейчас чёрная пятница, и ты можешь купить тариф премиум навсегда, который даст тебе доступ ко всем самым классным возможностям сайта, со скидкой до 75%. А это уже 3690 вместо 14990. Но только до 1 декабря. Так что поторопись, ведь после этот тариф исчезнет из тарифной сетки и такой возможности больше не будет. Так что хоря, ведь you only get one shot, do not miss a chance to blow, it's opportunity gums once in a lifetime, yo! Link is done below in the ссылка в описании. Так вот, флэшбэк это воспоминание из прошлого, которое запускается непроизвольно, прямо как реклама на ютубе. Вызывается он триггером. Причём, как мы уже выяснили, сам триггер может быть неявным. Но главной особенностью триггера является то, что он почти всегда один и тот же. Это какое-то событие, запах или звук. Но при этом само по себе оно, ну никак не может вызвать у тебя таких сильных эмоций. Не обойдётся тут и без упоминания психоактивных веществ. Спустя некоторое время после мефа или мдиомашек ты можешь ловить эйфорию. И многие называют это якорями. То есть, если под мдиомашкой ты слушал песню «Гуляя в парке», и спустя пару недель ты придёшь туда же и включишь ту же песню, то спокойно сможешь поймать флэшбэки. А если ещё и отключишь голову и погрузишься в воспоминания, то ты спокойно поймаешь фрисоны, то есть мурашки, эйфорию и прилив эндорфинов. Справедливо это и не только в случае с наркотиками. Например, такое чувство, как любовь, не меньше, а иногда даже и больше и сильнее прёт, чем павы. Поэтому ты можешь спокойно идти по торговому центру с упаковкой туалетной бумаги в руках, и тут вдруг заиграет знакомый трек, и ты снова окажешься на выпускном вечере в школе. Вспомнишь запах актового зала, жар прожекторов, скрип кресел, а также приятную тяжесть презерватива в нагрудном кармане, который тебе так и не пригодился. Нет, я не плачу, это мне просто ностальгия в глаз попала. Дри бля. Ну вот в чём прикол. Такие флэшбеки тебе не мешают, и грустить тебя не заставляют. А если и заставляют, то это приятное чувство ностальгии, которое тоже, кстати, может вызвать у тебя достаточно сильную эйфорию. Наоборот, такие флэшбеки нам по кайфу, и иногда даже мы осознанно можем вызывать их, придя в то же место и воссоздав ту же обстановку. Но почему некоторые флэшбеки возникают неосознанно и оставляют после себя такое неприятное пакостное чувство? Всему виной посттравматический синдром. Флэшбеки, если они случаются часто, то, как правило, это не болезнь, а симптом. Самое неприятное в нём то, что от посттравматического расстройства не умирают, но глушить его человек начинает самым доступным и проверенным лекарством алкоголем, или такими же проверенными, но менее доступными, как наркотики. Стимуляторы и павы действительно могут блокировать симптомы, но это всё равно, что пить тарафлю при воспалении лёгких. Успокаивает, но нихрена не действует. Более того, потом это перетекает в алкоголизм, который вместе с психологическими заболеваниями со временем превратит тебя в безумного пенсионера, которого боятся все окружающие дети, и который мажет дверные ручки фекалиями. При посттравматическом синдроме ты всё время на взводе без видимой на то причины, прямо как охранник в каком-нибудь супермаркете. У тебя сохраняется состояние повышенной тревожности, и в любой момент резко перед глазами может возникнуть ситуация из прошлого. Причём в отличие от панической атаки, которую ты можешь купировать дыханием, фокусировкой на деталях вокруг себя в момент самой атаки, или исключением из жизни стимуляторов вроде кофеина, с флэшбэками такое не прокатит. Им в общем-то абсолютно пофигу на то, что ты перешёл на сыроедение, спишь по 8 часов в день, и наконец-таки перестал покупать спайс по акции в Даркнете. Если о приходе панической атаки многие начинают подозревать за несколько минут, а то и часов, то флэшбэк просто случается и всё. Это как машина времени в прошлое. Само возникновение флэшбэков слишком хаотичное и быстрое, чтобы его предугадать, а триггеры появляются спонтанно, и ты их не ждёшь. При этом это не обязательно война во Вьетнаме, которую ты уж точно из головы не выбросишь. Это может быть неявные или даже забытые события из детства. Ты можешь помнить о нём смутно или вообще почти ничего не помнить, но важно лишь то, что твой мозг знает чётко. С тобой было что-то плохое. А из-за постоянного нервного напряжения и сотни внушений из разряда «Я схожу с ума, как я буду учиться и работать, ведь это может случиться со мной на паре или на работе». Плохого сна и недоедания, или даже наоборот заедания стресса, у тебя будет истощаться нервная система. Из весёлого чувака или чувакессы с отличным чувством юмора ты превратишься в меланхоличного ипохондрика. Облысеешь уже в 30 лет, ты примерно в это же время попрощаешься с эрекцией. А ещё начнёшь часто болеть, потому что большинство болезней идёт от нервов. При этом отследить появление флэшбэков трудно, потому что возникать они будут не сразу, а как прыщи у тебя в седьмом классе. Неожиданно и без предупреждений. То есть представь, что с тобой что-то случилось. Ты прошёл через некоторое дерьмо и пришёл в себя через недельку. Через месяц ты уже со смехом рассказываешь об этом на тусовках, а ещё через пару месяцев так вообще почти забываешь и перестаёшь об этом думать. И тут вдруг начинается. При этом флэшбэки могут пройти у тебя через год или два, а могут остаться и на ближайшие лет так 20. И яркий тому пример – синдром узников концентрационных лагерей. Это когда люди, которые пережили столько всего и главное нашли в себе силы, чтобы не сдаться, через несколько лет после освобождения вдруг кончают жизнь самоубийством. Хотя, казалось бы, если они смогли всё это выдержать, то почему они вдруг решают выпилиться? А всё потому, что посттравматические синдромы флэшбэки по силе для нашего мозга ничем не уступают самим психотравмирующим событиям, которые им предшествовали. Такое прошлое тебя держит, и любая мелочь может спровоцировать появление посттравматического опыта. Это-то и самое страшное, потому что ты вдруг осознаёшь, что хватит буквально мелочи, чтобы ты снова испытал все те ужасы. При этом ты изо всех сил будешь стараться избежать разговоров, а также мыслей и чувств о том ужасном событии. Но ведь все мы знаем, что будет, если сказать тебе «не думай о белом слоне». При этом зачастую человек не способен в деталях вспомнить само психотравмирующее событие, хотя, казалось бы, по идее оно должно было отпечататься в малейших подробностях. Возможно, это какое-то самосохранение или небольшой хард-резет, и мозг специально стирает из нашей памяти подробности особо ужасных событий. Но вместо этого ты на постоянной бдительности и всегда ждёшь какую-то угрозу. Ты сидишь как на иголках и боишься каждого вздоха. А это, как мы уже выяснили, тоже нехило так истощает нервную систему. Пидорога. Это также влияет и на сон. При посттравматическом синдроме тебе часто снятся кошмары, причём сами сновидения очень яркие и неотличимы от реальности. Только не надо теперь думать, что все твои сны, где ты не сдал ЕГЭ, это следствие посттравматического синдрома. Если ты не просыпаешься посреди ночи в поту, схватившись за сердце, то, скорее всего, всё у тебя нормально. Скорее всего. При посттравматическом синдроме дурные сны могут следовать один за другим, и ты уже утрачиваешь связь с реальностью. Ты перестаёшь понимать, где сон, а где настоящая жизнь. Поэтому я думаю, что даже и не стоит говорить, что флэшбэки и дежавю — это совсем разные вещи. Но на всякий случай поясню. Флэшбэк — это когда ты вспоминаешь реальные события, которые с тобой произошло. При этом дежавю достаточно редко бывает неприятным, и воспринимается тобой скорее как «оп, прикольно, а я ведь уже раньше думал об этом или видел это». А флэшбэки — это всё же воспоминания о реальном событии, которые ты помнишь, пускай даже и смутно. Плюс природа дежавю так и не выяснена, а систематические флэшбэки, как мы уже выяснили, это симптомы посттравматического расстройства. Как от них избавиться? Скажу сразу, если ты узнал здесь себя, то советы по дыханию или ведению дневника по типу «Сегодня я проснулся и улыбнулся» тебе не помогут. Здесь тебе потребуется лечение у специалиста, и кроме него тебе никто не поможет. Но когда я запускал свой цикл роликов про ментальные заболевания, моей целью было не только рассказать тебе о каком-то диковинном заболевании, чтобы ты такой посмотрел и сказал «О, ну какие же у людей бывают беды с башкой, и как же всё-таки хорошо, что со мной всё в порядке». А для того, чтобы ты мог сделать свою жизнь чуть лучше, не дри в эти практики. Например, у тебя не обязательно может быть синдром дефицита внимания, и, кстати, посмотри обязательно этот ролик на моём канале и не откладывай, но ты можешь не доводить ни одно дело до конца. И у тебя не обязательно может быть синдром хронической усталости, но ты можешь хотеть спать уже в обед и потерять вкус к жизни уже в 20 лет. Я к тому, что многие симптомы схожи. И некоторые заболевания могут находиться у тебя в зачатке и не прогрессировать. И даже если у тебя нету диагноза и комиссия в военкомате признала тебя вменяемым, всё равно эти симптомы могут изрядно подпортить тебе жизнь. Например, обсессии, то есть навязчивые мысли. А когда навязчивые мысли и навязчивые действия, то есть компульсии, объединяются в тебе как какие-то психически нездоровые пауэррэнджеры, то у тебя появляется обсессивно-компульсивное расстройство. И ты начинаешь ходить только по плитке серого цвета на улице или щёлкать выключателем три раза вместо одного. Это тоже достаточно неприятное заболевание, и ему я посвящу отдельный выпуск. Но сегодня нас больше интересуют обсессии. Это такие неприятные и отвлекающие мысли, которые посещают тебя в течение дня. Хоть это и не флэшбеки, но они тоже появляются неожиданно. И триггером для них может быть какое-то слово или воспоминание, или даже просто твоё безделие, когда ты ничем не занят и разные мысли лезут в голову. Проще говоря, если ты сидишь и ничего не делаешь, то в голову обязательно полезет какая-то хрень. Они хоть и не смертельны, но достаточно сильно отвлекают. Чем больше ты уделяешь времени какому-то процессу и готовишься к нему, тем больше ты взваливаешь на себя ожидания и ответственности. Так что у тебя не получится ни уснуть, ни прогнать эти поганые навязчивые мысли. Обычно ты же не помнишь, когда засыпаешь. И так же и здесь. Навязчивые мысли сами уйдут незаметно. Но что делать, если они зачастили уж слишком? Итак, сначала тебе нужно поймать себя на навязчивой мысли. Затем сесть и написать, почему же она тебя так заботит. Вот нужно именно написать, а не просто проговорить. А бумажку, если сильно стесняешься, что кто-то прочтет, можешь в принципе и съесть. Теперь самое сложное. Ты должен объективно понять, какова вероятность того, что все, что ты написал, сбудется. И речь сейчас идет о твоих навязчивых страхах. А теперь представь, что все это случилось. Попробуй прям прожить с мыслью, что все самое страшное произошло. Если это не твоя смерть, то вполне возможно, что ты даже испытаешь облегчение. Когда дамокла в меч падает, он может всего лишь дать тебе по голове рукоятки. И это гораздо приятнее, чем ощущать его над собой каждый день. Не сдача ЕГЭ, увольнение с работы, да даже судебные приставы, которые звонят тебе в дверь. Все это такие мелочи, что на них не стоит обращать внимания. Но за кредит лучше все-таки заплати. Навязчивые мысли бывают и другого характера. Например, ты воспитан в достаточно пуританских условиях. И ругаешь себя за разгнузданные, а может быть и просто странные мысли, которые, казалось бы, здоровому человеку приходить в голову не должны. Тут я скажу так. Пока твои мысли не переходят в действие, ты можешь думать о чем угодно. За это пока что не садят. Но все же, если в твоей голове генерируется уж совсем дикая дичь, то пускать ее на самотек тоже не стоит. Самое действенное, на которое многим почему-то лень пробовать, это медитации. Про них, кстати, у меня даже есть отдельный ролик. И не беспокойся, в позу лотоса серьезным лицом тебе там садиться не надо. В общем, лови только хорошие флэшбеки, а не бит-трипы. Люби себя и не позволяй навязчивым мыслям убедить тебя в том, что ты какой-то ненормальный. Жизнь и так слишком коротка. Да, братишка? Мы не прочтем и десятой части всех существующих книг, и не посмотрим даже трети всех существующих фильмов. Мы, скорее всего, не побываем во многих странах и не увидим новые изобретения. И вот этот вот недолгий момент, что называется нашей жизнью, неужели его не стоит прожить в гармонии с собой? У нас нет времени на страдания, помни об этом. А вот время на то, чтобы поставить лайк под этот ролик у тебя точно есть. Обязательно отправи во всем своим вьетнамским товарищам. А также не забудь подписаться на наш второй ютуб-канал Мистер Скаммерс. Ну и, конечно же, не забудь подписаться на телегу, где каждый день выходят интереснейшие статьи. Ну и, как всегда, до встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok